Пассажиры Почетная обязанность перевести всех чужих пассажиров за свой счет в итоге была возложена на Аэрофлот, что обойдется компании по некоторым оценкам миллиардов в пять. Но что-то им достанется в компенсацию, часть имущества трансаэра, а может быть и все маршруты бывшего конкурента банкрота. В общем, в Аэрофлоте подтвердили, всех, кто с билетами до 15 декабря отвезут, а всем, кто позже, деньги вернут прямо хоть сегодня. Позврат будет происходить тем способом, которым покупал пассажир билет. Если билет покупался на сайте авиакомпании, то пассажир оформляет заявку на сайте. Если пассажир приобретал билет в кассе авиакомпании трансаэра, соответственно, он обращается в кассу авиакомпании трансаэра. Если пассажир покупал турпакет, пассажир обращается в туристическую компанию. Что будет с наследством, оставшимся от Трансайра, до сих пор непонятно. Проблема ведь не в том, как его поделить, а в том, как его разгрести. Аэрофлоту предлагали за один символический рубль забрать себе все оптом. То есть сотню лайнеров, правда, к ним плюс 250 миллиардов долга. Такая сделка как-то не заладилась. Банкам-кредиторам авиапарк тоже не нужен. Не банкирское это дело, поддержанными самолетами торговать. Да и все равно будет в убыток. Пока что идут разговоры о том, чтобы создать на руинах Трансайра какую-то новую компанию. Ну а рядовые пассажиры так или иначе остаются в пролете. С рынка ушел один из крупнейших игроков. Тем более Трансайра в последнее время для привлечения клиентов активно демпинговала, устраивая бесконечные распродажи, скидки и промо-акции. А как известно, когда конкуренция падает, цены обычно взлетают.